Одесса 216, по-моему, 226. Почти. Что вы знаете вообще из истории нашего города? А что вас интересует? Все, что знаете? Ну, что город-герой, знаю. Что еще? Ну, что морской город, что еще? Кто здесь жил раньше? Ну, здесь многие жили. Первыми правили здесь турки. А потом их, значит, выгнали. Они пришли, приходит опять судно с Турцией. И принесли очень много сосудов. Все серебра. Ну, Турция это вот. И сосуды, и разносы. В общем, много изделий. И Пушкин какое-то время существовал здесь. И тот же Дерибас, который строил эту Одессу. И Лонжерон. И тот же маршал Жуков, который после победы здесь восстанавливал порядки. Когда теплоход пришел, так послали ли врача проверить, или на судне все в порядке. На самом деле заболел капитан Чункой. Но ему, им заплатили большие деньги. И собрали. Значит, сказали, что это все у нас чисто, все у нас хорошо. В общем, врач, который просмотрел, он обманул, что там тот капитан больной Чункой. Она очень старинная. Она связана с Довженко, с киноиндустрией. Возможно. И также с правлением Екатерины Второй, Дюка. Почему я одна молчу? Говорю. Я историю не знаю. И все сгрузили. Все эти сосуды красивые. Все это в Одессу. И тогда у нас началась Чунка. Гора Чунка возле кладбища. Там сейчас это огромная гора. Кладбище кончается. А раньше это было огромный, огромный ров. Вот это рыли. И всех подряд вместе с лошадьми, с повозками. И все сбрасывали туда. Вниз людей прямо живьем. И вот таким образом как-то Чунку победили. Тот же Королев в свое время был в Одессе. Ну, по молодости лет. И Глушко, который двигатели сделал для тех же ракет Королева. Ну, не только для ракет Королева, но вообще. А за что вы любите Одессу, если любите? Одесса, она просто Одесса. Это объяснить невозможно. Если ты в Одессе вырос, ты Одессу всегда будешь любить. Конечно. Это самый лучший город. Ну, прекрасный город, прекрасные люди. Да, любим. За море. За море, 100%. За море, за красивый, компактный город. Вот именно компактный, потому что по нему удобно гулять. Ты идешь с вокзала и можешь прогуляться прямо вниз и дойти до центра. И это очень удобно. Да, скорее всего. Потому что мы тут живем, гуляем, ходим. Потому что родной город. Очень-очень красивый и исторический город. А стали бы вы что-то менять? Улучшать реконструкцию города. Конечно. Потому что все печально, на самом-то деле. Единственное, не всегда мне нравится, когда люди делают это грязно и не обращают никто на это внимания. А так Одесса очень классная. И люди здесь классные. Мы не вправе что-то менять, поэтому пусть будет так, как оно есть. Может быть, людей, но это уже не от нас зависит. А чем, на Ваш взгляд, Одесса отличается от других городов? В Одессе очень веселые люди. Очень много кошек. Одесса очень архитектурно красивый город. Много мест, где можно отдохнуть. Тут никто не спешит, так как в Киеве или в Харькове. Я сама знаю, потому что я приезжая. Что бы Вы могли пожелать одесситам и самому Голубу? Одесситам всегда быть на позитиве, радоваться, что бы все их планы сбывались, а город и дальше продолжал развиваться и становился все лучше и красивее. Пожелать крепкого терпения людям и, наверное, удачи, счастья, любви. Наверное, столько же радости, сколько отдыхающие летом приносят, что бы было и зимой тоже так же классно. Да, и что бы им... Они очень ценили свой город и радовались тому, что у них тут близко море. Всем удачи, расцветания Одессы, что бы город как бы улучшался, а не только все хуже становилось. С процветанием городу. И всем Одесситам счастья, любви. Чтобы он наконец-то начал возобновлять свои памятники архитектуры, чтобы люди ценили то, что имеют, и развивали туризм, потому что на этом держится экономика города. Продолжение следует...